Ну и, наверное, стоит начать наше мероприятие сегодняшнее, друзья, по изучению этой замечательной техники именно с Алтайских гор. Ну, так будет правильнее. И сказать я хочу вот что. На Алтае снега нет. Но его скоро будет очень много. И вот к тому моменту, когда он будет, мы уже будем во все оружие. Потому что мы соберем сегодня с вами этот снегоуборочный механизм. Вместе. Поехали. Ты все включил? Женя, он занимается наборкой снега, а снег нужен нам для определенных задач. Каких? Вы узнаете прямо буквально через пару секунд. Долгое время я посвятил тому, что изучал тему шнекороторных машин. И вот, например, вот эти кадры, вы сейчас видите, это то, что мы уже к чему пришли на сегодняшний день. Для того, чтобы сделать нормальный, хороший, полноценный шнекоротор, о котором я мечтаю, мне нужно было перелопатить кучу информации. Но главное, чтобы его доделать, мне нужен автомобиль. Мне нужны деньги на двигатели, моторы. Мне нужно место, где это все хотя бы собирать. Сейчас, к сожалению, я этого не имею. Поэтому Дед Мороз прислал мне замечательный снегоуборочный аппарат. И в этом ролике я постараюсь вам очень коротко рассказать о том, как, собственно, этой штукой пользоваться. Для чего она нужна, как она работает, как ее собирать. Один из главных моментов, это то, что я в интернете просто ничего не нашел. Есть уже опыт, я вот хочу сегодня им поделиться с вами. И я постараюсь сегодня очень коротко, со всеми вот этими фишками и нюансами, до вас донести эту информацию. Так что, друзья, не подключаемся. В конце вы увидите интересные кадры скоптера о доме, интересные кадры чистки снега скоптера. И я думаю, вам понравится. Так, ну а мы начинаем. А, вот-вот-вот, еще важный момент. Видос, который сегодня вы увидите, на самом деле, это уже, ну, где-то, наверное, недельная эксплуатация техники. В разных погодных условиях, разными людьми. И поэтому я уже могу не просто сейчас снимать видео на АБУМ, а действительно делиться технической информацией. К чему пришел, какие косяки выявил. Все-таки техника не европейская техника, китайская. Но сейчас вы все увидите сами. Поехали. Когда выбирал себе машинку для уборки снега, есть очень много разных вариантов. И они по ценовой категории, есть недорогие вариации, есть даже на электроприводе, на проводе. Но это совсем не подходит мне. Вы видели, сколько снега порой у нас надувает зимой. Поэтому я выбрал цена-качество. И почему сегодня я вам хочу о нем рассказать, только с одним умыслом. Когда я начал в интернете искать инструкцию по сборке, никакой информации толком-то и нет. Сейчас я буду его собирать, рассказывать вам все досконально, показывать все нюансы. Позже мы им поработаем и... Ну, и, 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 и... И в процессе эксплуатации я буду рассказывать, как вообще эта штука работает. Давайте, время не будем тратить. Поехали. Он сразу в сборе получается. Тут почти все собрано. Так, что сразу приятно порадовало, это гарантия в 2 года на двигатель. Разбираем. Дальше. Сейчас колеса навешиваем и сразу же можно будет его уже двигать. Я посмотрю, что заводская сборка, она уже почти полностью и собрана. Ремни уже на месте, шнек на месте. Осталось навешать выброс снега. Осталось поставить ручку, собственно. Круто. Колеса снимаем шпоночки. Они вот так фиксируются. Очень даже просто. Колеса номер один. И шпонку надо поставить на место. Ровненько в то место, где она и была. Вот так. Вот и зафиксировал. Теперь второе колесо поставлю и уже можно будет его откатить. Кстати, братцы, что хочу сказать по поводу завода. Компания Хётр, насколько я знаю, она периодически бывала, меняла свои заводы. И поэтому модель, например, СГК 6000, имела в свои года в определенные не только вот такую панель, а была пластиковая панель такая, трехмерка прям. Ну, красивая, интересная панель. Когда я выбирал себе снегоуборочник, я смотрел, что где-то идут металлические вот эти панели, где-то идут пластиковые приборные панели. Не понимал, почему одна и та же модель это имеет. И как позже выяснилось, что и запчасти, порой бывает, могут не подходить от одной и той модели. Поэтому при заказе запчастей нужно называть серийный номер. В нем заложена номенклатура самого завода. До этого я был знаком уже со снегоуборочниками. У отца у меня Хускварна. Но хочу сказать, что вот визуально смотрю сейчас, и пока я не вижу каких-то таких, каких-то таких китайских, китайских, то, что бы мне не нравилось, элементов. Ну, чего-то такого. Вроде пока все путем. Что думаю, надо инструкцию все-таки открыть. Сейчас второе колесо поставлю. Дальше по инструкции пойдем. Ага. О, бенз есть. Ну, точнее, наверное, проверяли. Там пахнет бензином. Уже что-то вырисовывается. Потихонечку. О, детки вышли на улицу. Так, сын, тебе партийное задание. Сейчас начинаешь снег сталкивать в одну кучку, а я потом вам его скидаю на горку. Да? Бегите, играйте. Я так предполагаю, что вопросы, если они начнутся, то они будут, наверное, связаны в большей степени с переключением скоростей. Вот с чем-то таким. Потому что пока, ну, сложности совершенно никаких нет. Сейчас откручиваю два болта, ставлю вот эту вспомогательную ручку, а на нее уже устанавливаю саму ручку управления с пультом оператора. Да, сразу еще момент скажу, друзья. Дабы не было никаких у вас вопросов по поводу сегодняшнего ролика, реклам сегодня никаких не будет. Почему-то в последнем видосе очень много мне накрутили про рекламу, что ты прям рекламируешь, рекламируешь, да не вырекламируешь. Поэтому сегодня я просто рассказываю про сборку. Здесь у нас на 13. Нет, на 12. Да, ключик на 12. В комплекте со снегоуборочником шла вот такая инструкция. И в ней про колеса вначале вообще не сказано. Я думаю, почему вы не сказали про колеса. А, наверное, потому, чтобы мне удобнее было устанавливать как раз вот эту ручку. Так как она сейчас... Ну, я думаю, неудобств больших не будет, но, наверное, было бы, конечно, проще. Сразу можно сказать, что колеса, друзья, ставятся чуть позже. Начало ручка управления. Ну, надо вообще по инструкции собирать. Но, Денис, у нас... Когда в России что-то делалось по инструкции, братцы. Знаете, какую тенденцию заметил в своей жизни? Мне очень нравится браться за новые дела. За то, что я еще не делал. Здесь сейчас нет никакой направленности. Я ни к чему не подвожу. Просто хочу сказать, что вот такими делами я заниматься люблю. Скорее бы уже появился гараж, где я мог бы точно коротер мощный, который ставится на машину, доделать. Дальше устанавливаем пульт управления. Думаю, вдвоем, конечно, эту работу было бы делать попроще. По соединению проводки. Ну, тут вообще все просто. Вся проводка продублирована. Здесь красный-черный, тут красный-черный. Перепутать здесь вряд ли что-то удастся. Масло-бак. Здесь заливается масляная горловина. И тут тоже масляная горловина с двух сторон. Так, Дачунь, что вы там, снег? Ага. Получается? Да. Сейчас я соберу аппарат и за вами приберусь там. Давай, Джексон, иди с ними гуляй. Оденем его в этот ошейник. Мы сегодня сняли с него. О-о-о. На. Закрепляем трос хода и трос поворота крыльчатки. Их нужно натянуть. И контрагаем. Скажу, что вообще, друзья, вот пока, пока, сколько я уже сделал, я еще инструкцию не открывал. Но интуитивно все понятно. Так, все, крыльчатка работает. Очень интересное решение, которых я еще, кстати, не встречал на снегоуборочниках. Контрогайку расконтрогаяли. Теперь вытягиваю. Вот, чтобы она держала. Вот. Так она не держит, а так она уже держит. Когда зажимаешь педаль газа, крыльчатка чаще всего отстреливает обратно. А здесь, видите, какая ручка сделана специально, которая блокирует крыльчатку, и она работает, пока ты держишь ручку газа. Вот. Тут все максимально просто. Выкручиваем пока вот эти все болтики. Они нам не нужны. Теперь устанавливаю его. И болтики возвращаю обратно. Изнутри внаружу. Почему так делается? Чтоб не намерзал лед. Затяжка с этой стороны. Или он будет намерзать, и еще она будет мешать ему бросаться. Так, здесь, по-моему, ключик на 10 нужен. Так, точно? Да, ключик на 10. Так, в общем, за время сборки снегоуборщника мне пока потребовался ключик на 10, ключик на 12 и плоскогубцы. Ну, степень готовности визуально уже почти максимальная, друзья. Осталось, по идее, поставить ручки управления, залить масло, бензин. И мы заведем эту машину. Пока я это увидел, надо убрать. Так, установите рычаг поворота желоба, выброса снега. Рычаг сейчас поставим. Установите желоб выброса снега. Рычаг переключения скоростей. Иду в обратном порядке. Залейте бензин, используйте только 92. Кстати, по поводу 92-го и 95-го, друзья, это реально важно. Октановое число на разной технике работает по-своему. Если, когда у меня был снеговый ход, он требовал только 95-й бензин, то в данном случае 92-й и не больше. Так, в комплекте идут два рычага. Вот таких. Один на переключение скоростей, другой на переключение, на поворот крыльчатки, выброса снега. Визуально, я так предполагаю. А что предполагать? Вот это точно на поворот крыльчатки, а вон-то точно на выброс снега. Потому что у нее, вот он есть, скоростной зацепик, его даже видно. Все банально и предельно ясно. Сюда сейчас скручиваем, туда вставляем. Все. Сегодня же еще не просто день катаний. Сегодня у меня сын встает на смоуборд, и я его потихоньку тренирую. Все, сын, скоблим, скоблим. Поехали. Скоблим пока, просто по склону. Нет, скоблим. Вот, 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 вот. Спокойно. Вот. Просто скоблим, просто скоблим. Эй, эй. Если тебя начинает нести, то заворачивай. Да, вот так, вот так все. Поехали. Пока тренируем просто скобление. Как только он скобление изучит, мы будем уже ездить, изучать резанный поворот. Как мы с Илинкой это делали полтора года назад. Молодец. Получается. С утра вообще не стоял на смоуборде, а уже вот как делает. Ай, класс, друзья, белокуриха растет. Посмотрите, какие уже пансионаты он строит. Классные. Прям гостиница супер. О, несется по склону, мой парень. Не бойся, папа рядом. Так. Сразу скажу, я подключил. Подключил я с этой стороны, чтобы ближе было. Чтобы ближе подходило. Пока контргайку не контргаял. Сначала все, сначала все хорошенько померяем, потом законтрагаем. Так. Вот это получается задняя. Вот это получается передняя скорость. Но это не точно. Надо смотреть уже по ходу будет. Прикол знаете в чем? Вот вопрос у меня возник только вот по этому соединению. Оно такое интересное. Хочется его проверить. Но в паспорте о нем ничего нет. Это единственный момент, когда я решил достать паспорт, чтобы посмотреть. И в паспорте все настолько визуально прописано, как-то схематично, что вообще нет никаких информации по тому, как устанавливается этот узел. И в общем, я интуитивно додумался сейчас, что вот этот рычажок я поставил неправильно. Надо его перевернуть и установить обратно. Но в остальном все вроде не сложно. Если сюда попадет снег, а сюда он точно попадет, то 100% тросик замерзнет. Вот здесь нет никакой резинки. Это косяк. Мне так не нравится. Здесь есть резинки? Это правильно. Они должны быть здесь. А там почему-то нет. Сейчас буду разбираться, что-нибудь колхозить или искать ее. Но ее нет в комплекте. Я здесь все обыскал. Нет ее. Ну и последнее, что нам осталось перед запуском, это поставить лыжи. Для того, чтобы снегуборочник у нас не врезался в грунт, лыжи нужно строить одинаково с двух сторон. Но, друзья, я знаю, что на эти лыжи наваривают еще и полозья. Мы посмотрим в ходе эксплуатации. Если надо будет, то лыжи еще наварим сюда. У меня у отца наварены, ему так нравится. Но говорят, что это необязательно. Посмотрим. Я думал, надо будет все протягивать, а тут прям нормально все. Все, подтянул поровну. Сделал 5-миллиметровый запуск перед ножом. Вон там. Ну и, наверное, надо идти пробовать. Уже заводить. Ну, как вы видите, собирать снегоуборочник. Вообще не сложно. Друзья, я же рекламу должен какую-то вставить в этом видосе. Не могу же я без рекламы. Покупайте настоящий алтайский мед. Алтайский мед это круто. И я знаю, у кого можно взять классный, вкусный, жарковский алтайский мед. У жаркова. Поехали. Так, друзья, по поводу завода. Сейчас пару слов скажу, как заводить правильно. Смотрите, закрываете заслонку, включаете сразу скакуна, черепаху не надо. Открываете бензобак, делаете несколько подкачек. Потом, не включая ключ, делаете 2-3 дёрга. Сделали. Включаете ключ. И с первого-второго пинка у вас заведется 100%. Почему здесь говорю? Там ветер. Я там подредактирую скорости, потому что у меня сейчас она едет не так, как по скоростям. Потому что сейчас у меня по скоростям неправильно она работает. То есть я вперёд нажимаю первые 3, а они едут назад. Я знаю, что подредактировать. Сейчас буду делать, а вы будете смотреть. Там просто надо тросик подкрутить и всё. Сразу скажу, что мне не понравилось. Наклейки не очень хорошего качества. Поэтому там, где сейчас наклейки кое-как висят, я их оторву и продублирую всё маркером белым. Это на века. Но в остальном пушка. Сейчас видели, вначале я завёл. Она плохо кидала. Это всё потому, что я просто забыл заслонку открыть. То есть когда завёл, нам заслонку сразу открыть. Дроссельную. Так, пойдём дальше. Джекс, Джекс, пойдём. Пойдём работать, Джекс. Пойдём горку строить. Горку строить. Пойдём скорее, брат. Вот, если ветра нет, вы поймёте. Вот в этом положении у меня должна быть сейчас задняя первая скорость. Первая задняя. Вот сейчас я буду настраивать. Настроил. Сейчас подтяну контргайки и всё. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok